Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале Самара ГИС. Какие культурные события порадуют самарцев на этих выходных? Я расскажу прямо сейчас. Афиша на телеканале Самарского литературного музея «Собственный опыт», из которого Толстой построил повесть про уходящий дворянский мир за Волжье, а Гоголь – магический реализм на отдельной планете Диканьки. Начало лекции в 15.00. Весна – самое лучшее время для поиска новых увлечений и хобби. И если вам по душе создания прекрасного, посетите мастер-класс в детской картинной галерее. В эту субботу всех желающих ждут на занятия по живописи акрилом, где вы сможете освоить особенности этой техники под руководством опытного художника. Результат мастер-класса – готовый этюд, который вы сможете забрать с собой. Занятия начнутся в 10.00 и в 14.00. Весеннее настроение царит и в библиотеке имени Надежды Крупской. 6 апреля горожан приглашают на литературно-музыкальную программу «В моей душе поет весна». Для гостей вечера прозвучат классические композиции в исполнении студентов Самарского государственного института культуры и учеников одной из школ искусств города. Начало вечера в 14.00. Вход свободный. 7 апреля в музее Эльдара Рязанова расскажут о фильме «Человек неоткуда». Это один из самых загадочных фильмов Рязанова. Главным героем сатирической комедии стал «Снежный человек». Фантазия о его приключениях в Москве серьезно отличается от классических фильмов Рязанова, но интересна в общем контексте творчества знаменитого режиссера и истории отечественного кино в целом. Лекция начнется в 14.00. В воскресенье Самарский художественный театр приглашает юных зрителей окунуться в волшебный мир сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Красивая и искренняя история непременно заставит поверить в то, что чудеса происходят на самом деле, а любовь и доброта всегда побеждают. На спектакль можно прийти всей семьей. Начало в 11.00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok